Беспрецедентный акт вандализма в картинной галереи имени Дейнеки совершили бы эти молодые люди, если бы не являлись квалифицированными художниками. Любые каракули на стенах они смело могут позиционировать как авангардное искусство. Тем более, что экспериментировать в храме курской живописи им позволило руководство галереи. Это параллель между прошлым, будущим, между мастером и учеником, между молодым художником и художником, который писал свое имя в истории искусства. Для картины галереи Дейнеки это настоящая культурная революция. Такой свободы творчества здесь не позволяли еще никому, ведь на стенах в соседнем зале висят подлинные работы знаменитого художника. Теперь рядом с шедеврами можно увидеть картины местных живописцев, студентов худграфа и членов Союза художников России. Все это стало возможным в рамках уникальной выставки «Молодежное отделение Дейнека. Я». Они не становились Дейнекой, да? Это отдельно звучит Дейнека, это отдельное предложение «Я». Есть Дейнека, есть «Я» художник, как он себя ощущает, как он воспринимает действительность. Может быть он сопоставляет себя с Дейнекой, да? Может быть он видит через его творчество, может быть он на него учится. Это может быть в принципе трактовать можно по-разному, на самом деле нет какой-то догмы. На выставке представлено около 40 работ 20 авторов. Всем не больше 30 лет, отсюда и название экспозиции. Своё искусство ребята демонстрируют так же креативно, как и рисуют. Большое внимание они уделили оформлению. Кроме традиционных приёмов гармоничного расположения картин, художники применили и провокационные способы привлечь внимание зрителя. Специально для этой выставки картинная галерея пожертвовала родными стенами. Вот, например, у нас на стене есть такой пример уличного искусства, да, стрит-арт, вы видели, наверное. Вот это не классический приём, это даже не живопись, ну, такой вид изобразительного искусства, который в принципе в музей пришёл совсем недавно, да? Считалось, можно сказать, вандализмом и хулиганством, но вот сейчас в современном уже мире это доросло до даже искусства, действительно так. Деятельность молодых художников в картинной галереи заинтересовала многих горожан. На открытии выставки залы оказались слишком тесными. Скучных экскурсий не было, зато был фуршет и зажигательные мелодии. Любой желающий мог пообщаться с автором картины за бокалом и поговорить об искусстве. Все три работы, в принципе, в этом году закончены. Специально для этой выставки была, ну, вот эта работа готовилась специально для выставки. Вот, здесь использован плакат Дейнеки в качестве элемента фона. Вот, ну, а также вот такой парень в красной футболке. Красный цвет вообще ассоциируется у меня с Дейнекой. Это такой вот отличительный какой-то, мне кажется, знак. Такой всегда ярким красным пятном. Всегда на каждой работе, мне кажется, обязательно присутствует. Кажется, такой формат выставки многим пришёлся по вкусу. Особенно единственному иногороднему художнику, которому предоставили отдельный стенд для работ. Андрей профессионально занимается живописью в Белгороде и привёз в наш город пять своих картин. Какие названия, да, сейчас вспомню. Ногая там, кукла и... Сейчас, как она называется, ярче... Тусклее свет, ярче звёзды. Творческий человек видит на этой картине созвездия, остальные – лампочку, возле которой летает мошкара. Одни работы понятны абсолютно каждому, например, пейзаж из аудитории 391, другие вынуждают задуматься. Эта картина тоже сложна для восприятия, да и изготовить её было нелегко. Автор сделал её из художественного войлока, который обычно является основой самодельной бижутерии. Выставка современного искусства продлится до 15 июня, а классика останется.